Как делятся участники мероприятия, идея создания арт-объекта, который бы олицетворял работу ведомства, появилась в тот же момент, когда и была заложена аллея фонарей в Бресте. И вот проект обрел жизнь. Почетное право открыть инсталляцию у заместителя председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Александра Лашина и председателя Брестского горсполкома Сергея Лободинского. Александра Лашина отмечает, что за все время существования службы она значительно модернизировалась, но самый главный капитал ведомства – это сотрудники. У нас работают самые квалифицированные эксперты. На сегодня на имеющуюся вакансию мы всегда имеем несколько кандидатов. И у нас есть возможность выбора наиболее лучших. В Брестском управлении до 31 года работает более 20% сотрудников. Молодежь с удовольствием идет к нам, несмотря на то, что, как я уже говорил, учащимся 5-й школы нашего специализированного класса, работа эксперта, она, во-первых, требует терпеливости, она не терпит суеты. И вы знаете, приходится работать не всегда в лабораториях, это выезды на места происшествия, это и погодные условия. Поэтому, несмотря на то, что работа трудная, она очень интересная. К нам с удовольствием идет молодежь, и Брестское управление у нас всегда в передовиках. В момент своего создания 10 лет назад аллея фонарей состояла из 30 арт-объектов и привлекала особое внимание не только горожан, но и гостей Бреста. Почетное право за жесть свет новой инсталляции у брестского фонарщика Виктора Кирисюка. Арт-объект олицетворяет собой большую спораль ДНК, на которой изображен известный герой советского мультфильма по следам бременских музыкантов. Также в инсталляции и характерные атрибуты работы сыщика – лупа, фотоаппарат и микроскоп. Изготовлен фонарь кузнечной фирмы «Жар-птица». У экспертов, кстати, появилась и своя примета, что если потерять руку скульптуре, то обязательно найдется потерянная вещь. Это 43-й объект. Вы видите, он для нас знаковый, в какой части. В первую очередь, понимая, что Государственный комитет судебных экспертиз – это тот залог независимости, объективности, поэтому это как продолжение тех традиций, которые мы сегодня заложили. Естественно, что если для города это будет краше и лучше, то мы будем идти на то, чтобы эти арт-объекты на улице Гоголя имели свое законное место. Участие в мероприятии приняли действующие сотрудники службы. Второстный день для них награды и благодарности. Здесь и учащиеся класса средней школы номер 5, обучающиеся под эгидой Государственного комитета судебных экспертиз, а также ветераны экспертной службы. На сегодняшний момент создана хорошая, отличная материально-техническая база. Работают умные, молодые, грамотные специалисты, что на сегодняшний день позволяет более качественно участвовать в раскрытии и расследовании преступлений. Мы начинали с простого фотоаппарата типа «Зенит», ну а потом постепенно шла компьютеризация. Постепенно, дополнительно вводились какие-то криминалистические учеты, что способствовало, тоже все способствовало раскрытию преступлений. Как в прошлых лет, так и, скажем так, угородчим всегда. Программу празднования ведомств продолжили торжественные мероприятия в Брестском областном общественно-культурном центре. Расширенный материал о юбилее Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области в итоговом выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова